Под крышей дома, теперь уже своего, Евгения Бренерова вместе со своим молодым человеком строят планы. Из кухни новоселу хотят сделать современную студию, а комнату оборудуют по собственному дизайн-проекту. Девушка-упускница Поволжского государственного колледжа по специальности художник-педагог. Исключительно хорошо рисует и уже трудится веб-дизайнером. Делится бабушка в прошлом опекун Женя. Планы на будущее более чем грандиозные. Обживаться, делать ремонт, развиваться, купить сейчас машину, дальше уже как время покажет. Мы плакали, и смеялись, и обнимались, и целовались, и прыгали от счастья. Просто это вот, это счастье великое. Обладателями заветных квадратных метров сегодня стали 26 самарцев, достигших совершеннолетия. Это дети, которые когда-то остались без попечения родителей. Новое жилье ребятам предоставили в Красногринском районе города на 18-м километре Московского шоссе. Переданные однокомнатные квартиры полностью подготовлены к заселению. В каждой из них проведена чистовая отделка, установлена сантехника. В торжественной обстановке ключи от квартир ребятам вручили глава Самары Елены Лапушкина и министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева. Теперь только от вас зависит, станут ли эти квартиры вашим настоящим домом. Домом, в котором будет смех, в котором будет тепло и уютно, в который будут с радостью приходить ваши родные, любимые друзья. Я от всей души желаю, чтобы всего этого у вас было в избытке. Мы всегда будем рядом с вами, потому что мы очень любим вас, дорогие друзья, и желаем вам счастливого Нового года и долгих-долгих счастливых дней в вашем замечательном, теперь новом жилье, в ваших уютных домах. Кроме того, каждому, кто получил новую квартиру, предоставили единовременную выплату в 20 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости. Вопросу обеспечения жильем детей-сирот уделяет особое внимание губернатор региона Дмитрий Азаров. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, работа в этом направлении ведется непрерывно. В будущем году средства на покупку жилья детям-сиротам планируют увеличить. Ольга Павлова, Константин Головин. События.